Подготовка ко второму туру первенства России, встреча с саратовским кристаллом и домашние матчи против чебоксарских хоккеистов. И это далеко не все, что происходит в Ледовом дворце сегодня, но обо всем по порядку. 22 сентября здесь завершился первый тур соревнований по хоккей и шайбой в рамках первенства Приволжского федерального округа. Наша команда «Кристалл-2008» за все время соревнований провела три встречи, две из которых выиграла, уступив лишь Самарскому Олимпу. По результатам тура ребята набрали шесть очков, расположившись на четвертом месте турнирной таблицы. Сейчас они готовятся ко второму туру первенства, который меньше чем через неделю пройдет в городе Самара. Этот сезон мы начали нормально, я думаю, в этом сезоне мы должны победить и попытаться пройти в группу А. Да, у нас пришли человек пять новеньких, ну, видим их показатели. Видно, что хотят пацаны заниматься. Может, в дальнейшем у них что-то получится. Второй этап мы выезжаем в Самару 18-го числа. Мы попробуем занять наивысшее место, победить больше команд. В свои выходные команда «Кристалл-2004» проведет на льду. А все потому, что здесь состоятся матчи против чебоксарских хоккеистов. Как наши ребята готовятся к этому противостоянию? Узнаем прямо сейчас. В данный момент мы готовимся к домашней игре против чебоксар. Там есть ребята сильные, которые играли в множество команд, в группе АТО, например. Ждем хорошей встречи, сборной борьбы, ну и, главное, наша победа. В этом сезоне пришло очень много новых ребят. Они все из разных городов. К нам приехал вратарь из Самары, двое нападающих. Один из Сызрани, другой из Ульяновска. У нас выбирались новые капитаны. Им стал Олег Нуждов и ассистенты Юра Романков и Ильяс Абузяров. В Кристалл меня позвал тренер. Это Владимир Викторович Куплинов. Раньше я играл в команде Рубин. Это Пенц-Колуб из Кузнецка. Играю я нападающим. Это сейчас вторая пятерка. 19-20 октября в Литовом Верси Спорта имя Коваленко пройдет матч. Привет, команда Чебоксар Юниор. Приходите и поддержите любимую команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова